МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По итогам 2023 года Еврокомиссия прогнозирует экономический спад во всех трех странах Балтии. Из-за этого лишь в Литве уровень безработицы, как предполагают, возрастет почти до 7%. Ожидается, что в 2024 и 2025 годах по мере ускорения темпа роста ВВП и сокращения предложения рабочей силы ситуация на рынке труда станет более напряженной. Согласно данным World Population Review, население Литвы в настоящее время находится в упадке. Ежегодно страна теряет около 1,5% своего населения. Сегодня Литва достигла самого низкого уровня населения за последние десятилетия, поскольку все больше людей эмигрируют в более богатые западноевропейские страны, особенно в Соединенное Королевство. В 1989 году, когда Литва провозгласила независимость от Советского Союза, ее население составляло 3,67 миллионов человек, а сейчас сократилось до 2,8 миллионов человек. К 2060 году прогнозируется сокращение до 2,5 миллионов человек. По данным Департамента статистики Литвы, с начала января по конец августа 2021 года из страны уехало 11 133 гражданина, а за аналогичный период 2022 года – 18 345. Все это не обходится без последствий. Экономический спад и депопуляция негативно влияют и на рынок труда. На этом фоне растет поток трудовых мигрантов. В 2015 году по благоприятности условий для мигрантов Литва заняла 34 место среди 38 государств. Такие данные представляет исследование индекс политики интеграции мигрантов. Ситуация в Литве получила оценку как неблагоприятная для проживающих и пребывающих в страну иммигрантов. Исследование было проведено для того, чтобы выяснить, какие действия предпринимают правительства стран-членов Евросоюза, а также организации экономического сотрудничества и развития для интеграции мигрантов. Несмотря на относительный прогресс, достигнутый за последние несколько лет, в том числе улучшение возможностей и безопасности для иммигрантов, интеграционная политика страны по-прежнему слабее по сравнению с другими государствами. Нынешняя политика Литвы поощряет общественность рассматривать иммигрантов как незнакомцев, а не относиться к ним как к равным. В этом году в Литву приехали работать 50 тысяч иностранцев, в числе которых много мигрантов из мусульманских стран. Переезжая в новую страну в поисках заработка, некоторым из них приходится сталкиваться с определенными трудностями. Они касаются и вопроса легализации проживания, и возможности исповедовать свою религию. Прибывших в Литву мусульман поддерживает Дианет, турецкое управление по делам религии. Наше управление действует как в Литве, так и в других странах мира. Мы здесь для того, чтобы предоставить единоверцам, нашим соотечественникам и всем мусульманам здоровые познания в религии. Мы также оказываем им моральную и материальную поддержку. В Литве растет число мусульман, и в связи с этим мы испытываем некоторые проблемы. Внутри Центра исламской культуры, в Вильнюсе, находится мечеть. По пятницам здесь собирается по 800 человек, а по праздникам до 2000. Из-за маленькой площади они вынуждены оставаться на улицах. Возникает не самая лучшая картина. Мы действительно нуждаемся в новой мечети в Вильнюсе. Я надеюсь, что в Литве не останутся равнодушными к этому вопросу. Надеемся, что будут выданы соответствующие разрешения для этого. Ислам в Литве – это не только религия тех, кто приехал в страну недавно. Он появился в Литве в XIV веке наравне с христианством. В основном ислам исповедует община литовских татар, которая по сей день верна своим традициям. В настоящее время в Вильнюсе действует лишь одна мечеть, организованная на базе Центра исламской культуры. Но она не вмещает всех проживающих здесь мусульман. По этой причине мусульмане литовской столицы хотят новую мечеть. Тогда им не придется в праздничные дни молиться на лестницах и на улице. Наравне с татарами наш центр посещает выходцы из стран Центральной Азии – арабских и африканских государств из Пакистана и Индии. Нам также известны их проблемы, связанные с легализацией проживания на территории Литвы. Наши мусульманские братья рассказывают, что в некоторых случаях они не могут получить разрешение для проживания в Литве для членов их семей. Это расстраивает людей, переехавших в Литву. Я считаю, что властям Литвы следует предоставить таким семьям больше условий. Национальные меньшинства являются неотъемлемой частью литовского государства. Вопрос нацменьшинств на протяжении долгих лет остается предметом обсуждений. Они по-прежнему сталкиваются с дискриминацией. В Литве в худшую сторону меняется отношение к местным русским. И тенденции эти тревожны и даже опасны. Это признают и в департаменте по вопросам национальных меньшинств при правительстве Литовской Республики. Но о недопустимости дискриминации высказываются в основном оппозиционные силы. Сейчас представители неправительственной организации «Международный форум добрососедства», учрежденные ныне находящимся в литовской тюрьме, оппозиционерам Альгердесом Полецкисом преследуют за их взгляды. В прошлом году Генпрокуратура страны сообщила о расследовании в отношении форума и лиц, связанных с ним. Их подозревают в действиях против Литвы. Русским уже не можно, нельзя. Или что русских начали выгонять, например, из Литвы. Или что русским по признаку, что он русский, не дают там визы какие-нибудь. Или что русских выселяют потом... Даже мужей и жены. Семьи разделяют, просто выгоняют. Как это назвать? Истребить русский язык из русских школ. Ну так как это можно назвать? Так даже и с другими национальностями. Потом они начали орать, что нет, нет, это Сирия или Сирака, который приходит, который сам их же истребили. Волну вот эту создали. Это плохие пришельцы. Хотя орали. Великон ту литвене. Мы создали организацию, целью которой было сказать такую весть, что народ Литвы хочет жить в мире со всеми государствами, тем более с Россией и с Белоруссией. И тогда мы осмелились поехать в Белоруссию, встретиться с президентом Белоруссии, господином Лукашенко, и встретиться с другими лицами государства, также и с людьми, которые были в штабе госпожи Цихановской. Нам хотелось узнать все подробно. Вот мы осмелились, съездили, встретились. И потом следующая наша поездка была в Москву. Тоже с теми же самыми целями. И наше государство увидело в этом для себя. Они стали беспокойны, что раз народ все же решил, и мнение народа, но не таково, как мнение тех, которые сейчас у власти, конечно, они забеспокоились и против нас выдвинули уголовное дело. По словам председателя Международного форума добрососедства Эрики Швянчоннене, в литовских СМИ развернута широкая кампания по дискредитации форума, в которую включились все крупнейшие медиа и политики страны. В октябре 2022 года у нее был проведен убыск, правоохранительные органы возбудили уголовное дело о помощи другому государству в действиях против Литвы. Обвинение довольно-таки строгое, где-то 7 лет вот так в тюрьмы. Как вы знаете, у нас сидит наш вождь, наш идеологический вождь, Альгер Досполецкий, его осудили только за то, что якобы он мог, он ничего не сделал, ну а вдруг? Вот просто такое обвинение в такой демократической стране. Так что в Литовской Конституции написано, что нельзя преследовать людей за другое мнение, нельзя преследовать людей за критику власти. Но это все написано только на бумаге. Увы, Конституция у нас, она уже не работает. И это все. Нам кажется, что то, что творится в Литве, то это не только, как сказать, ущемление всей демократии. Это как бы пятно на всей демократии. Потому что демократия, она как бы одна для всех, да? Но, оказывается, не для всех. В мае 2024 года в Литве пройдут президентские выборы. Список претендентов на пост главы государства станет известен уже в феврале. Несмотря на выдвинутые обвинения, общественный деятель Эрика Швянчоннене намерена баллотироваться в президенты на предстоящих выборах. Весь этот год, даже полтора года по телевидению на нас был направлен моббинг. И по телевидению, по всем государственным каналам была просто вот эта весть. Это враги народа. И все, кто будет с ними общаться, тоже будет на этой стороне, значит, нелояльны государству. И на нашем примере, когда у нас забрали паспорта, закрыли счета, когда нас не берут на работу, на нашем примере, они как бы всему народу, да, литовскому показали, вот что вас ждет, если вы их поддержите. Но, несмотря на это, у нас есть поддержка. И с каждым днем ее все больше и больше. И сейчас, когда мы уже решили, что будем участвовать в выборах президента, то люди все смелее и смелее поддерживают вот эту нашу мысль и мою кандидатуру. Так что у нас есть команда, у нас есть храбрые люди, которые, несмотря ни на что, идут вперед. В ходе начавшегося в конце декабря 2022 года судебного рассмотрения дела о ликвидации форума суд отклонил просьбу организации отложить заседание, чтобы окончательно оформить соглашение с адвокатом. Эрика Швянчонненья сообщила, что многие адвокаты боятся защищать организацию из-за опасений, что их лишат лицензии. Сейчас Международный форум добрососедства закрыт в Литве, но его представители добились открытия в Беларуси. По словам Швянчонненья, власти считают, что активисты своим визитом в соседние страны нанесли урон литовскому авторитету и сейчас на родине их принимают за врагов народа. Мы не стали равноправными членами Евросоюза. И мы должны были подчиниться, никто же нам до конца не разъяснил, вступая, что и как будет. И люди просто верили, что это экономический Евросоюз, что на политику это не повлияет. Но, увы, увы, после того, как мы вступили в Евросоюз, нас принудили уже вступать в НАТО. В НАТО мы вступили без референдума, это значит без воли народа. Это значит, что за вступление НАТО несет ответственность организация самого НАТО. И я так думаю, что со временем мы, наверное, попросим компенсацию за то, что с нами так нечестно поступили. Разговоры идут про то, что вот там, в СНГ, нету демократии, а у нас есть демократия. Мне наша демократия не нравится, потому что это чересчур откровенная форма насилия, прикидывая, что вроде бы есть демократия. Все признаки государственности, ничего и не осталось. Ни денег, ни границ, ни суверенитета, ни конституции. Вообще ничего. Тем временем рост враждебности в Литве по отношению к русским показало исследование, проведенное в сентябре 2022 года неправительственной организацией Diversity Development Group и отделом этнических исследований Социологического института при Литовском центре социальных наук. 74,6% опрошенных указали, что отношение к русским, проживающим в Литве, значительно ухудшилось. В 2021 году, так думали, 26,7%. Это когда печать стала свободна, да, и вообще публичные дискуссии стали свободными, как эта неприязнь быстро находила себе новые цели. То поляки, то евреи, то вот русские. Но эта неприязнь, она постоянно живет. И я думаю, что это особенно с появлением вот электронных СМИ, интернетных порталов, это заметно по комментариям. То, что я не позволю себе в общении со знакомым человеком, я могу себе позволить в комментариях написать. Мы же понимаем, что ключевые позиции в государстве и в обществе очень часто занимают политики, которые озабочены тем, чтобы набирать рейтинги к приближающимся выборам. И они, чувствуя вот это настроение в обществе, они могут как-то это использовать. И это становится тогда уже как будто бы даже не делом этого анонимизированного пространства, а это уже вот такое, вот это едва ли не такая, становится социальной нормой вот такое отношение к русским. Некоторые связывают рост дискриминации в отношении русского населения с войной в Украине. Другие, напротив, считают, что неприязнь существовала и до начала полномасштабных военных действий. Для меня, как заведующего кафедра русской филологии, очень болезненно был 14-й год. У нас прием на русскую филологию упал до минимума катастрофического. И я это объясняю тем, что вот эта атмосфера в медиа и как-то в обществе была такая, что ни родители, ни учителя, ни сами ученики не хотели иметь ничего общего с тем, что хоть как-то связано с Россией. Потом за это время, ну, как-то выправилось. И я опасался, что в этом году у нас опять прием упадет. Но, как ни странно, пришли учиться школьники, те, кто заканчивал школы в Литве, причем не только школы с преподаванием на русском языке. Еще в 1995 году Литва подписала рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, один из пунктов которой предусматривает свободу использования их родных языков. Как пишут литовские интернет-ресурсы, до 2024 года власти намерены улучшить положение школ с русским, польским и белорусским языками обучения. Как именно, пока не ясно. Для улучшения ситуации нужны новые кадры. А для того, чтобы работать в школе, учителям, иностранцам приходится пройти долгий путь оформления документов. Вопрос принятия закона о нацменьшинствах до сих пор остается открытым. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова